Приветствую вас, Ксения. Прочитал ваш вопрос, точнее текст, который вы написали. Собственно, это даже не вопрос у вас, а именно текст. Вопроса никакого вы не даете и просите совета. Если не совета, то поддержки. Только, к сожалению, психолог ни совета, ни поддержки дать не может. Ну, по крайней мере, совет точно. Потому что советы это все-таки не психолог. На протяжении всего текста у меня было такое чувство, что вы находитесь в очень сильной оторванности от своих чувств. То, что вы свои чувства подавляете, оторгаете. И окружающие люди вам нужны, собственно, именно для того, чтобы компенсировать тот недостаток чувств, который у вас есть. То есть, мне думается, что вы всегда были взрослее своего возраста. И вы всегда, вам, наверное, не было интересно со своими ровесниками, как я думаю. И вы не были склонны к спонтальности, в отличие от, точнее, в отличие, да, от детей своего возраста. Но идеально повторяю. Повторяю и повторяю в общем и целом сценарий своей мамы. Которая, как вы сказали, тоже такая, как и вы. Из-за доминирования интеллекта, вы склонны многие вещи оценивать, в том числе склонны оценивать и сами себя. Вы действительно умны, и вы действительно много чего знаете. И вам действительно хочется поговорить на серьезные темы, обсудить серьезные темы. Но весь вопрос заключается в том, для чего, зачем. Потому что одно дело, когда человек горит идеей, и он готов делиться ею со всеми. И люди видят, что он горит идеей. И совсем другое дело, когда человек просто хочет пообщаться, зарядиться энергией. Вот в контексте вашем складывается впечатление, что вы именно хотите подзарядиться энергией. Но не горите в какой-то идее. И здесь, помимо отторванности от своих чувств, помимо того, что вы практически не руководствуете своими чувствами, влечениями, импульсами. Помимо этого, здесь еще и второй момент. Это момент, связанный с тем, насколько вы реализованы. И говоря реализованы, я не имею в виду ваши достижения. Я имею в виду те эмоционально окрашенные цели, которых вы пытаетесь достичь. И людей, на пути к которым вы встречаетесь. Нет ощущения при прочтении вашего текста, что вы реализованы. У вас есть достижения. Вы чего-то добились. Вы много чего знаете. Но нет ощущения, что вы занимаетесь тем, что вам интересно. Нет ощущения, что вы своей жизнью, своим жизненным путем продвигаете те ценности, которые имеют для вас и только для вас значение. Такого ощущения нет. И из-за этого, из-за этих двух моментов, вы живете в мире интеллекта. Мир интеллекта – это мир контроля, мир оценок, мир сравнивания себя с другими людьми, мир восприятия людей, в том числе и себя, как вещей. И непринятия. Это мир недостатков. Это мир изъянов. Это мир объяснений, рационализаций, в котором вы живете. Это мир отрицания человеческой сущности. Это мир отрицания человеческой природы. Это мир отрицания человеческой неидеальности. И непринятия человеческой неидеальности. И вам тяжело найти общий язык с людьми, потому что вы отрицаете человеческую неидеальность. Вы не принимаете в себе всю человечность и не принимаете в других человечность. Ну, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович говорил о том, что вы себя не любите. или себя не принимаете. Я думаю, что он, конечно, прав, хотя для меня это не столь очевидно. Я полагаю, что себя, может быть, вы и любите в какой-то степени, но совершенно точно вы не живете чувствами. До тех пор, пока вы не будете жить с чувствами, вам будет сложно найти общий язык с людьми, потому что люди общаются, свободно общаются по поводу того, что им интересно. И здесь, на мой взгляд, совершенно не важно, с кем общаться. На мой взгляд, гораздо важнее по поводу чего вы общаетесь с людьми. То есть, если вам именно важно раскрыть, выразить свои чувства, свои переживания по поводу тех или иных ценностей, тех или иных позиций, тех или иных идей, которые у вас есть, то разве будет так важно то, с кем вы общаетесь? На мой взгляд, нет. А вы говорите о том, что вы себя уважаете, и вы говорите, что вы себя цените. Я считаю это хорошо, что вы так делаете. Но одного этого мало, к сожалению. Нужно, чтобы вы еще чего-то стоили. Для других людей. Чтобы вы не просто себя ценили и знали, например, кто вы и чего вы стоите. А чтобы вы именно себя, чтобы вы чего-то стоили для людей, которые вас окружают. Чтобы это было как можно более объективно. Понимаете? Вот. А не просто, что вот у меня такие, что вот я стою столько, что я вот такая, да, и всё. Это мало. Но вот этого мало. К сожалению. Для, ну. Для людей. Этого мало. Дальше. Идем. Значит. В школе одна подруга, которая по кончанию просто пропала и нашла другую компанию. В институте одна подруга, из которой я думал, мы не росли в водах, а у нас не росли другие друзья. Ну, вы знаете, у меня возникло такое ощущение, что люди, с которыми вы общаетесь, чувствуют себя так, будто их используют. То есть у меня такое ощущение, что вы используете людей, которые ну, ну вот, с вами находятся. То есть люди как будто бы чувствуют, что они вам для чего-то нужны. Если вы достаточно четко даете человеку это понять, какому-нибудь человеку, то общаться ему с вами будет гораздо менее комфортно. Чем, если бы это было более свободное общение, более свободное взаимодействие. В ситуации расставания с бывшим молодым человеком, когда я написал ей, могу ли приехать, так как очень тяжело, ответила, что она не дома, извини, и не написала более. И, с одной стороны, я вас понимаю, с одной стороны, но с другой стороны, мне хочется задать вопрос. Во-первых, тяжесть расставания с слабым человеком, все-таки ваша ответственность, с другой стороны, а как вы общались со своей подругой до этого. То есть я имею ввиду, какое у вас было общение до всего этого. Насколько это общение было частым, искренним, полным, полным. Потому что, совершенно вряд ли, чтобы подруга, вот, условно говоря, так с вами поступила, ну, на ровном, на пустом месте. Я полагаю, что должны быть какие-то для этого предпосылки. Я так полагаю, что должны быть для этого какие-то основания, как у подруги, ну, в общем, так и, наверное, у вас. То есть, хочу сказать, что вы, наверное, тоже приложили к этому руку, к тому, чтобы подруга восприняла вас именно таким образом. Воспринимала ваши, ну, ваши, ваши трудности, ваши проблемы, да? То есть, возможно, возможно, ваше общение, ваша дружба закончилась еще раньше, просто вы этого по какой-то причине не замечали. Ну, а может быть, просто не хотели замечать. Такое тоже вполне может быть. Дальше. Это вы пишите, что она больше не написала, а пробовали ли вы ей написать и выяснить, что у нее произошло. В интернете я познакомилась с девушкой, общались пару лет, она находилась в процессе развода с мужем. Я была в тот момент еще одна, поддерживал ее, приняла вытащить во время ссора, она тоже меня поддерживала. Год назад я вышел замуж, и на этом наши отношения почти закончились. Связано с тем, что вы изначально строили отношения на спасительстве, на жертвы мечты, а когда вас не стало хорошо, когда вы решили свои проблемы, вы стали не нужны. Но на моей свадьбе она и ее с сестрами общались вместе, очень плохо поздравили меня, они вообще не очень общились, хотя может со мной. Ну, тут чувствуется какая-то обида с вашей стороны и ожидания. Неоправданные, ну, неоправданные. Ожидания, которые не оправдались. Чувствуется здесь. И вопрос заключается в том, на чем основываются эти ожидания ваши. То есть, какие желания лежат в их основе. Дальше. Так, значит, мы собирались в компании, если мы собирались в компании, то компания скучнее ничего нет, мы можем просто сидеть и молчать. Зачем собирались тогда? Лично вы. Почему-то стало обидно, на свадьбе ты никаких добрых слов мне не досталась как человеку. Почему? Вот. Надо бы разобрать эту обиду. Какое желание лежит в основе обиды. Вот. Но это по моей проекции возможно. Ну, например, что подразумевать под проект. Сейчас наше общение сошло на нет. Но опять же, наше общение сошло на нет, это звучит слишком общее, потому что за общение отвечаете и вы, в том числе, не только нам. Написал я недавно с желанием пообщаться на мое последнее сообщение, где я пожелал голосом, хотя хорошо, но не так, как прежде. А перед этим спросил ее о делах, подтверждала о том, что дети болеют, просто не ответил. Ну, смотрите, опять же, есть ощущение, с одной стороны, что вы написали желанием пообщаться. Но желание пообщаться, это было желание, не желание поделиться чем-то с человеком, да, это не желание поделиться. Это желание именно пожаловать. А человек не готов воспринимать жалобу вашу в определенном контексте. Потому что у человека несколько другие, скажем так, представления о том, в каком, в каком случае, да, можно и нужно жаловаться. Вот. Поэтому здесь ситуация такова, что вы с человеком живете как бы в разных мирах. Вы живете в одном мире, она живет в другом. У вас одни потребности, у нее другие. Она, например, считает, что вы не можете жаловаться на своего мужа, потому что он у вас есть, а у нее нет никого, например. И что вы беситесь с жиру, например. Она может так считать. Да? То есть она может не воспринимать ваши жалобы. Допустим. Ну, могут быть и другие, конечно, причины. Вот. Очень много может быть, на самом деле, причин. Вот. То есть тут важно именно понять, что вы не были, ну, не были друзьями. То есть вас ничего не объединяло по сути дела, кроме, кроме, кроме определенного рода жертвенности. И я полагаю, что выстраивание отношений в таком ключе всегда может приводить к такого рода неприятным ситуациям. Дальше. Значит так. Куда бы я ни пошла, курсы фитнес-работа везде я изголь. Ну, потому что вы держитесь особняком, да, опять же, по причинам, которые я вам описал выше. Все дружат вообще, кроме меня. Потому что люди действуют больше чувствами, да, определенными чувствами, определенными такими, такими, я бы сказал, эмоциями, но не интеллектом. А у вас больше интеллекта. И люди, они делятся именно чем-то. То есть отдают, а вы хотите больше получить, вот. Поймите правильно, я вас ни в коем случае не обвиняю ни в чем. То есть я не считаю, что вы не должны, например, нуждаться. Я считаю, что потребность это получить нормально. Но это ваша личная ответственность. И это вопрос вашей собственной психологической организации. Но не вопрос, как бы, других людей. Понимаете, какая штука. Это очень важно, чтобы вы для себя этот момент поняли. Вам будет сильно легче, если вы вот на этом заострите свое внимание. То есть, то есть, есть определенные сферы, да, есть разграничения потребностей. Дальше. Значит. Понимаем, что проблема, наверное, во мне категорично. Ну, здесь нужно работать с вашими убеждениями, да, с интроекциями, которые у вас есть, в том числе одна. Страдаю синдромом белого пальто. Все глупо и я умно. Ну, это выглядит как защита. Вы защищает. Потому что вы видите угрозу в том, что вас могут обвинить в том, что вы глупо. Опять же, синдром белого пальто, все глупо и я умно, это просто слова, за которые вы прячетесь. Это просто интеллектуальная, интеллектуальная конструкция и не более того. А гораздо важнее то, как вы считаете на самом деле. И, может быть, в чем-то вы и правы, что вы действительно умнее среднестатистического человека. Но дело здесь даже не в этом. Не в том, что вы умнее, а в том, как вы будете пользоваться своим преимуществом. Опять же, глупо и умно, ну вот, эти слова, глупо и умно, это просто слова. Это просто оценочные суждения, опять же, понимаете? Это простая оценка. И вся тонкость в том, что оценка может быть у разных людей разная. И здесь вопрос, который нужно вам задать. Кто дал вам право оценивать? И для чего вы оцениваете? То есть, вам необходимо самой подвергнуться мнению то, что вы даете оценку людям. И себе в том числе. Потому что глупый человек и умный человек, это исключительно оценочное суждение. Что для вас глупость, для другого может быть умом и наоборот. Но вы почему-то мыслите именно так. И у этого есть причина. Не очень добра, наверное, к людям и терпимо. Ну, доброта это вообще понятие детское. В том смысле, что добро и зло это довольно такие незрелые понятия. В мире реально, в мире взрослых людей добра и зла не существуют. Что касается терпимости, то, да, я охотно верю, что вы нетерпимы к людям. Но только лишь потому, что вы нетерпимы к себе. То есть, вы не принимаете что-то в людях только потому, что чего-то не принимаете в себе. Как я уже говорил, я уже говорил о том, что вы как раз таки не принимаете себя. И вы не можете быть терпимы к кому-то. Потому что вы не терпимы к себе. Вы не можете признать, принять слабости другого человека, если не принимаете себя. Если не принимаете своих слабостей. Поэтому, вопрос здесь заключается в том, чтобы вам научиться терпимости по отношению к самой себе, в первую очередь. И тогда вы сможете уже более терпимо воспринимать других людей как раз таки. Поэтому здесь у вас, я бы сказал, завышенные требования к себе. Именно завышенные, именно завышенные требования к себе. То есть, слишком много вы от себя требует, что как бы, как бы, горите себя за то, что не можете быть более терпимы к людям. Хотя, на самом деле, это невозможно. Вот. Ну, а что касается доброты, то это, опять же, очень сильно отдает оценочным таким свердениям. Вот. И чем-то детским, на самом деле. Потому что, ну, добрыми могут быть только сказочные персонажи, наверное, в полном смысле этого слова. Поэтому, не нужно, не нужно стремиться к доброте или, наоборот, к злу, нужно стремиться к тому, чтобы вам было хорошо, к пользе для себя. Тогда это будет цениться другими людьми и людьми в большей степени, чем доброта, в том числе, например. Вот. Идем дальше, о том, что, как бы, пишите. Дальше идем. Так. Не нравится человек, не могу этого скрыть. Не нравится ситуация, говорю. Ну, даже не нравится человек, вы это говорите, в принципе, является проекцией. Потому что, важно понять, что люди практически никогда не могут не нравиться просто так. Люди не нравится только тогда, когда мы, как раз таки, проецируем, проецируем на них свои собственные переживания, свои собственные чувства и восприятия. С учетом того, что вы свои чувства подавляете, проекции у вас больше, чем у другого человека в подобной ситуации. Поэтому, очень важно, за то, что вам человек не нравится, брать ответственность личную на себя. Вот. Что касается ситуации, когда вам не нравится ситуация, то говорить об этом можно и нужно. Но вопрос заключается в том, как вы об этом говорите. Вы можете говорить в крайне деструктивной форме. А можете говорить позитивно. Здесь важно научиться бесконфликтному общению, бесконфликтному взаимодействию с людьми, чтобы не обижать, например, человека излишне, когда вы говорите ему о том, что вам не нравится какая-то ситуация. Вот. Опять же, очень важно, чтобы вы не дотерпели до того, когда эмоции будут выражаться чересчур взрыва обратно. То есть, вам необходимо выражать свои эмоции, я бы сказал, в реальном времени, именно в реальном времени. Чтобы они не накапливались и чтобы не приобретали такую форму, я бы сказал, агрессии, форму чрезмерного выброса, когда вы слабо их контролируете уже. И когда единственный способ выразить эмоции, то только агрессивно это сделать. Хоть вы и говорите, что вы не терпимы, но у меня почему-то складывается впечатление, что вы как раз таки склонны терпеть, точнее дотерпеть до определенного момента, а потом как бы разрешив себе взорваться. Но это ничего хорошего вам не дает. Поэтому это про, скорее такую, знаете, достаточно лихорадочную защиту своих личных границ. Лихорадочную, неумелую, неуверенную защиту своих личных границ. И я вас, в принципе, в этом понимаю, я вас поддерживаю в том, что свои границы защищать нужно, но делать это необходимо конструктивно. А вы это делаете пока что не совсем конструктивно. Надеюсь, спорить с этим вы не будете. Дальше идем. Так. За это меня не любили за школу. Ну, это немножко другая история. Не считаю себя глупой, много читаю. Что-то вы много читаете не означает, что вы обязательно умные, вопросом, как вы пользуетесь знаниями. Кроме того, глупый, умный, умный, это само по себе очень субъективная оценка того, что из себя представляет человек. Была в 30 странах, ничего не значит. Знаю в совершенстве язык, ничего не значит. Но никому мой ум что относительно не нужен. Правильно? Потому что людям нужны эмоции и чувства, вы же не на научных конференциях. Всем со мной скучно. Правильно? Потому что вы подавляете свои чувства, вы не спонтанно, не импульсивно. Всем нужны легкие и не замороченные люди. Ну, не то чтобы даже легкие и не замороченные, а скорее люди, с которыми можно пожить. Вами ощущения того, что живешь, видимо, нет. Считают высокомерный. Ну, вы боитесь близости, потому что близость это всегда эмоциональный больше акт. И поэтому вас считают высокомерные, потому что вы эмоциональной близости, ну, в эмоциональную близость с людьми не вступаете. Считают высокомерные на работе по блату, на работе по блату. Не очень понятно, что вы имели здесь в виду. Разговоры мои на тему читала книгу о мозге никому не интересны. Хотя люблю посмеяться над хорошей шуткой тоже. Но это выглядит, вы знаете, даже в тексте вашим это выглядит крайне неуверенно. Люблю посмеяться над хорошей шуткой. А что такое хорошая шутка? Вот. Что касается того, что в разговоре на тему почитала книгу о мозге никому не интересно, правильно? Потому что нет эмоционального окраска. Вы не горите этой идеей. Муж моя противоположная, всем улыбается и умеет лицемерить, меня это злит. Ну почему вы считаете обязательно лицемерие? Что вообще вы подразумеваете под лицемерием и почему вас это злит? Это зависть? Так, у него есть друг, на мой экспертный взгляд, недалекого ума. Но ему он нравится. Дело вроде не мое, а меня злит, когда они общаются. Опять же, зависть. Ну давайте разберем, почему вас это злит. Тут ревность, наверное. Ну, ревность это сравнивание себя с другими. Занеченная самооценка, страх, одиночество и отсутствие реализации. Ругаемся, так и до развода рукой подать. Ну, если вы ругаетесь, я рекомендую изучить вам психологическую игру «Скандал». Друзья мужа мне тоже не подышал. Почему они должны быть вам подышал, если это друзья мужа? Все детьми разговаривают только про быт да про детей, а я бездетный. Опять же, это зависть, возможно даже бесплодный. Ну, это нужно еще выяснить. Куча хроники по-женски. Но опять же, потому что вы подавляете свои чувства. Здесь это выглядит как психосоматика. Мужи вроде не страдают, что мы с ними перестали общаться. Говорить из-за ному не очень понятно, что вы здесь имеете в виду, кто с кем перестал общаться. Мне бы пофилософствовать, обсудить что-то серьезное. А для чего? Это первое. Второе. Необходимо искать круги, как бы, сообщество поинтереснее. То есть это, если вы больше про науку, то это соответственно, соответственно, круг интересов, то есть сообщество. Вот. Кому это надо? В моем окружении таких нет. Ну, нужно окружение расширять. На работе ситуация примерно та же. Все дружат, я никому не нуженал. Выбивать не люблю, так как здоровье не очень, клубы уже не интересны. Ну, это скорее отсутствие вас интересов каких-либо. Больше. Правильно. За нуля, видимо. Ну, а за нуля это кто? Это кто-то, кто подавляет свои чувства. На работе сначала общалась женщина из другого отдела, пришла в новую, и нет общения. Она нашла новый шаброг. Но люди выбирают тех, с кем больше эмоциональный нахал. Случайно прочла переписку начальнице с ее мужчиной, он работает на всякими разными словами, и королевы услуг не хватает в таком роде. Не очень понятно. Что вы имели в виду? Случайно прошла переписку начальнице с ее мужчиной, и что, как бы, к чему это? Я простой человек, хвататься не люблю, хотя есть чем. Что вы понимаете, быть простой? Простой, это опять же оценка. Что значит простой? Крайне некорректное слово. Считаюсь добро, что уважаю себя до других музыкомеров. Ну, уважать себя можно по-другому. Можно уважать себя, умея в нужный момент адекватно защищать, а можно уважать себя, оградив себя большой стеной ото всех людей. Это разные, разные формы уважения. Дальше, не умею дружить, не умею себя ломать. Ну, себя ломать точно не нужно, а вот умение дружить, дело нажимное. Особенно, если хотите научиться. Хоть и вижу, что все это грустно. Нет, грустно это больше про чувства, а то, что вы видите, это больше про интеллект. Всегда меня очень сильно накрыло осознание какой-то нищемности, не нужности, никому тотального одиночества. Правильно, вы в первую очередь не нужны себе, и в первую очередь вы не реализуетесь, вы не следует со своим ценностями, потому что для вас важно. Может быть, вы даже и не знаете, что для вас важно. Поэтому отсюда и такое ощущение. Так, полночь просидела на полу ванной, слеза, расхода, мысли о самоубийстве. Ну, это ж такое, своего рода аутоагрессия. Не уверена, что мой муж долго будет терпеть такого тяжелого человека, опять же оценка и обесценивание себя. В случае развода, опасаюсь, что не смогу выкрапкаться вообще, а почему? То есть, в случае развода, опасаюсь, не смогу выкрапкаться. Из чего? У меня сложилось впечатление, что вы не сильно привязаны к мужу. Может быть, это ошибочное осуждение, ошибочное впечатление. Но если это впечатление ошибочное, то очень важно, очень важно, чтобы вы его раскрыли. Если вы привязаны к мужу, если вам дорого, как вы это демонстрируете? Меня мучает бессонница. Ну, тут нужно разбирать. Бывают бессонницы физиологические, бывают психологические. Психологические, в частности, связанные с тревожностью. Тревожность, опять же, это отсутствие контакта со своими чувствами. Я очень похожа на маму, она такая же серьезно-депрессивная, но видимо, что это в жизни пошло лучше. У нее есть общение и подруги. Скорее, она более едина с тем, что важнее ей. Вот. Что касается серьезности и депрессивности, это разные вещи. Серьезность, это просто серьезность, а депрессивность, это именно подавление своих, опять же, чувств. Мне очень плохо от самого себя. Конкретно, что именно, раскроете это. То есть, плохо считал. Но я не могу ничего с этим сделать, не могу быть другой. Может, и вопрос там хотите ли. Друзья, мы чуть ли не жало смотрим на него, какая мигера ему досталась. Но здесь, опять же, идет проекция. То есть, это вы сами о себе такого мнения. Родители моим и мужем общаться не хотят, чтобы устраивать домашние посиделки. Зачем они вам? Мои, как я, серьезно, не любят путешествия, мы же просто пить, ревенский, выпить и кусить. Ну, то есть, вы и не туда, и не сюда, получается. Да, опять же. То есть, вы не можете сделать выбор. Бывают периоды, когда я думаю, все хорошо, можно. Здесь одному, но они редки и непродолжительны. Одному жить действительно можно, но для этого необходимо слушать себя и следовать поставленным целям и задачам. Тогда можно быть одному. Правда, это будет недолго, потому что в процессе достижения цели вы все равно будете общаться с людьми. Чаще думаю, что с таким характером лучше было бы не жить вообще. Но это, опять же, депрессивная история. Вот, пока у вас нет диагноза депрессии, я полагаю, что у вас просто депрессивное состояние, с ним можно работать. Вот, важно, чтобы вы задали вопрос, чего вы хотите, чтобы вы сформулировали запрос. Потому что я вижу, что человек достаточно такой категоричный, и я уверен, что все на веру принимать то, что говорят вам психологи, не будете. И в принципе, это здорово, но важен запрос. То есть, важно, чтобы вы сформулировали для себя направление, в котором вы готовы работать, чтобы что-то изменить в своей жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...